Приветствую вас. Я думаю, что сначала у вас случилось что-то 9 месяцев назад, раз у вас начались панические атаки, как вы говорите. Вот. И, соответственно, нужно посмотреть, что у вас случилось, что вас беспокоит политические атаки сейчас, на данный момент. Вот. Значит, как вы говорите, что у вас сильное чувство тревоги, ощущение будет находится в трансляции. Это, в общем-то, следствие защиты. То есть, вы защищаетесь. Не предпускайте себе никого. Это страх близости. Вот, если вы боитесь близости, значит, это была проблема с личными границами. То есть, насколько вы можете безопасно для себя не подпускать к себе людей. Ну, допустим, к примеру, да, это очень важный момент. Вот. Значит, не знаю, что мне делать, как справляться с этим. Справляться с этим никак не нужно. Необходимо раскрыть себя опыту, который вы получили 9 месяцев назад, и защита от которого вам сейчас приносит очень сильный негатив. Вот. Тревога, это, опять же, ощущение того, что, ну, что-то изменило, да, ощущение того, что что-то, вот, произошло, что что-то, э-э-э-э, стало не так, как раньше. Вот. И, соответственно, я думаю, думаю, что вам здесь нужно, э-э-э, разбираться в себе. Разбираться в себе. например, как и что, что и как у вас работают. Как и как у вас, вот, работают переживания, да, что и как вы себе переживаете и так далее. Вот, мне кажется, кажется, что такая вот история. Мне можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Вот, ну а, соответственно, паническая атака возникает из-за внутреннего противоречия напряжения человека, нервного напряжения. И, ну, конечно же, это не желание, это не желание человека признавать какие-то моменты в его жизни. Это не желание человека принимать какие-то весомые изменения в его жизни. Вот, ну, это, понятное дело, дело не обвинение. Я надеюсь, вы это понимаете, что это ни в коем случае не является обвинением. Вот, это является скорее таким, знаете, ну, следствием, что ли, да. Так это вот следствие того, что у вас, ну, произошло, в последствие того, что вам случилось. Ну, нужно смотреть, что и как случилось у вас, что и как у вас произошло. Вот, чтобы несколько лучше понимать, да, несколько лучше отдавать себе отчет в том, чего хотите вы, во-первых, что нужно вам, во-первых. Какая, какая у вас общая проблематика, потому что, на самом деле, крайне редко возникают такие ситуации, когда панические атаки, ну, как бы, проявляются, да, сами по себе, крайне редко. А в основном, в основном, в основном, это происходит из-за каких-то вот проблем, которые, ну, уже были у человека. Вот. А, ну, в данном случае, можно, наверное, говорить как раз, вот о том, что, эм, у вас есть такие вот предпосылки, которые сейчас пока не ясны, да, но которые нужно разобрать. Ну и вот, соответственно, если мы сможем это разобрать, то я уверен все станет куда более понятным, чем сейчас. Вот, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, я вам желаю удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Я надеюсь, что вы сможете найти первопричину в вашей проблематике и двигаться дальше, двигаться вперед. Вот, а мы, в свою очередь, если у вас будет такое желание, вам поможем. Я... Удачи вам. Всего доброго.